Приветствую всех на моем канале. Сегодня я катал мед, забирал у пчел Бакфаст 15 полурамок полных печатанных. И вот я его уже сливаю. Уже слил большинство, осталось немного. Слил я уже вот, получается, 3, 6, так, 12. Это 13-я уже банка литровая. Вернее, ведерышко. Мед хороший, зрелый. Сечет горочкой такой, если видно. Что расскажу. Когда собирался я отбирать меду пчел. В соседней семье облет с утра был. Ну как с утра, в 11 часов. Так как у меня на север стоят, то их, это, можно сказать, утро. Получается, что облетелись они где-то в 11-12. И уже к вечеру, наверное, часов 4, вышел рой. Обычно они облетываются так вот в 4 вечера утром. А был облет с утра. Думаю, точно роиться будут. И вот вышел рой. Думал бросить обратно его. Но решил все-таки отсадить отдельно. Матку старую заключу я в клеточку. И заказал я маток, карнику, не плодок. Подсажу туда этих маток. Будет проще. Я высыпу. На ветке заградитель поставлю. Матку ставлю старую. Посажу в клеточку. Пускай сидит в семье. 30-е числа должны мне прислать маток. Буду подсаживать в этот рой и в семью, с которой он вышел. Тоже по лету через 5 дней маточники уберу. Тоже подсажу матку. И те 2 отводка, что я показывал, делал на днях. И туда в итоге будет у нас 4 семьи, если все нормально. Карники. Рой сегодня сажать уже этот не буду. Потому что еще надо рамки подготовить. Почистил старые рамки я. Гнездовые. Без соток. Надо их. Сейчас покажу навощить. Надо навощить старые рамки. Вашчинкой. Поставлю 8 вашчины. И столько же соток полуотстроенного свежего. И высыплю. Там мой довольно такой приличный килограмм. Наверное, почти 4. Первак. Матку словлю. Заключу я в клетку. И 30 числа будем подсаживать. Уже не плотку карники. Что я хочу вот показать по рамке. Так как старая уже рамка. Я ее... Проволока просевшая была. Вот так сделал. Натянул гвоздем вбок. И забил гвоздя. Так же и с этой стороны. Пробовал я по центру так. Так по центру плохо натягивается. Именно вот с этой стороны, где проходят у нас раз и два проволока. Получается она идет... Так вот сюда, сюда, сюда и сюда. И вот эти две точки вот. Эти две точки я так натягиваю гвоздиками. Была просевшая. Сейчас вот слышите. Довольно нормально. И что скажу перед тем, как наласчивать старые рамки. На них вот воск старый, налипший. Так как проволока торжавеющая. То я беру... Нагреваю сначала. Протираю трапочкой. Воск он расплавляется, хоть и старый. Протирается. И уже проволока тогда чистая и ровная получается. Без всяких налетов. А если не сделать так, то на восклине полоса черная остается. Когда плавляется. И вот когда уже нагреешь, то получается, что протираешь. И уже чистая проволока. Она как бы воск этот и смазывая и стирается вместе. На это я отошел от темы. Хотел снять видео, как лед сливаю. Уже это последний почти. Там не осталось. Медогонки, наверное. Сейчас глянем. На дне вон уголочку немного меда. Ну литр все будет. Если даже не полтора. Долью этот. Да, как раз и что и литр останется. Да и на стенках много. Мед я не фильтровал. Так и наливаю. Получается он у нас вместе с забрусом, с частями, с воском, с прополисом. Может и на газ пчелы где-нибудь попасться. Но этот раз забирал. Особо не придавливал. Одна всего лишь на отставке пчела. Прыбыла сюда ко мне на откатку. Хотел выпустить. Да она мне за палец и ужарила за шпушку. Так что не выпустил. Пропала. Все равно. Это вот немного получилось с воздухом у нас. Потому что когда перележь, так плохо закрывать. Они получаются выпуклые сильно. Здесь у нас получается 12 банок. Вот еще на подоконнике стояла одна. Это 13-я. Нальется еще 14-я, 15-я. 15 банок это из 15 полуранок. Довольно так, неплохой результат. С полурамки литр. Полурамки у меня широкие. Есть 30-ки ширины. А я узкие тоже раздувают. Потому что широко стоял. Получается у нас. С 15 полурамок 15 литров меда. Это мед у нас весенний. Стайлый 10 апреля на отставке. Он такой вот по консистенции. И не светлый, и не темный. Это ива. Одуванчик. И сады. Это абрикосы, груши, вишни, сливы. Получается у нас такой мед. И даже немного попала, наверное, крушина с малиной. Вот под конец. Ну, такой ароматный он, этот медик. И сказать мне особо, чтобы одного сорта тут растения. Здесь, как я говорил, и ива, и этот одуванчик. И немного попала крушины. Потому что все зацвело в один момент. И крушина, и малина под конец вот распустилась следом за садами. А это передают по северу Беларуси. Заморозки ночью. Но у нас здесь на Полесской низменности дно и может не будет. Наш медок потихоньку натикает. Сейчас немного наклоню я медогонку. Надо сдвинуть сюда. Потому что наклоняю, так на край получается. О. Мед зрелый, хороший. Натекая горочкой такой. Уже у нас в банке получается больше пол-литра. Скоро литр будет. В итоге, да, литров 15 получится меда. Слышно, как течет. Наверное, на фотоаппарат звука не будет слышно. Со скрипом таким. Это весенний майский мед. Довольно редко так бывает. Потому что весна не каждый год такая теплая, жаркая. Чтоб пчелы меда наносить успели. В основном, постоянно они себе на расходы ее выпускают. Но этот сезон удался немного теплый. То вот Бакфаст, сильная семья, наносила и майского меда. В остальных то есть он, но еще только-только печатать начинают. А этот уже запечатали. И там еще одна доставка тоже уже почти печатанная. Ну там я буду ждать уже. Недельку подожду, чтоб запечатали. Потом уже заберу. В этом году Бакфаст неплохо поработала с весны. Посмотрим, что по осени, по погоде будет. Кому интересно, мед я продаю. Этот весенний будет 16 рублей литр. Это полтора килограмма. По Беларуси могу выслать почтой. Или привезти в Минск. Бывая езжу. Кто с Минска. То заказывайте. Привезу. Лед хороший, без химии. Без всяких антибиотиков и лекарств. Так как у нас здесь места более дикие, то и на полях особо химии не льют. В том году, то немного травили поля, потому что рапс кругом посадили. А в этом году рапса нету. То и не травили и поля так, чтоб где цветоносы. Ну вот он такими кольцами наливается красиво. Не просто горкой, а колечками. Колодец получается с меда мелкий. А ну на фотоаппарат не особо передастся. Это ну прикольно так. Тоненькая струйка колодцем наливается. Первый мед в этом сезоне. Сейчас уже солью мед весь. Поправлю проволоку на рамках. Поподтягиваю. Надо навосить их. Сот пойду выберу. Там где светлый, недостроенный. Скомплектую улей. Там осталось пчелы с той семьи, что пропало буквально. Жменька. Я возьму туда, в тот улей, где эта пчела. Заброшу рой. Думаю, они там не перебьются. То, что рой большой. Вместе сойдутся и все. Там уже пчелы не осталось. Как я и говорил, семья пропала. Матки не было у них. За зиму пропала тоже. То осталось там пчел. Жменья. Я к им рой притрушу. Матку зловим в клеточку. Сделаем семью карника. Вот бахвасты неплохо работают. И не роятся. Думаю, карника так будет. Решила перейти на породистых пчел, чтобы за роями не лазить. Оно-то и интересно полазит, но не каждый день. И не все лето. Можно одну семью для развлечения держать, чтобы рои ловить от нее. Да и вместо отводка, если рой вытрусить и матку убрать, то получше отводка. С роем матку запускать можно молодую и будем уже развиваться с другой маткой. Но так как у меня маток только десятый пришлют, то будем по-другому немного делать. Думаю, проживутся. Я хотел снять слив меда. В итоге наговорил и про матки, и про рамки. Ну, думаю, пчеловодам интересно, что у других творится. Я тоже часто смотрю много, что новая осия. Пошерпну с роликов. Люди рассказывают, делятся. Так, и я сейчас на улице прохладновато. Передают 15 градусов на термометр, на градус их не смотрел, сколько там. Но прохладно все равно. Даже вот мед забирал, бакфасты, то злились. Забрал я, откатал рамки, сбрызгнул водой и поставил обратно в разрыв. Такую надставку поднял с медом наверх, там где уже печатность нашли. Снизу самого у нас на секционный мед стоит. Тоже там видно уже наносили. Лепят соты. Ну, там работает, пошел и лепят. Средняя получается пустая, откатанная, верхняя. Вот через недельку опять будем забирать, если все нормально. Заберу, откатаю. Поедем на город, завезем, продадим свежий урожай. Ну, покуда надо и пшелами заниматься, и машину построить, чтобы ехать. Меняю я эти амортизаторы передние, подушки, опорные подшипники. Вот сегодня хотел доделать уже да на развал съездить, но не получилось из-за пшел, из-за меда. Завтра я посажу пшел рой этот и думаю, если ничего не перебьет уже, доделаю машину, поеду на развал на днях и уже можно будет ехать куда-нибудь. Рыбалка открылась сезон, а я сижу дома, потому что пшелы. Вот сегодня хотел вечером съездить, но надо заняться рамками. Ой, наговорил я уже немного. Так. Дальше уже не буду снимать. Всем, кому было интересно, ставьте лайки. Кто зашел на канал, новые люди, подписывайтесь. Может, что интересное у Батиси расскажу. Хожу на рыбалку, по лесах, по полях. Короче, везде буду снимать, что и как в наших краях, тут в Беларуси. Всем удачи. Удачного вечера. Уже вечер. У кого утро, так утра и дня. Всем удачи. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok